Я хочу поприветствовать всех, кто смотрит нас в прямом эфире. Это хмельницкая община, это Ильичевская община, это община из нашего города, только из Таирова, Новый Иерусалим. Вы знаете, я очень рад быть здесь, и сегодня у нас еще прекрасное время, чтобы пообщаться. Это время, где мы будем еще иметь хлебопреломление, но перед тем, как мы это сделаем, сегодня я почувствовал, что необходимо сделать не просто хлебопреломление, а благодарственное хлебопреломление. У кого-то есть благодарственные молитвы, благодарственное Богу за всю свою жизнь. И то, что говорил Кирк, у Бога делать чудеса, и за это мы будем благодарны Богу. Я хочу сказать, что две недели назад мы праздновали Ханаку. Я смотрел вас в прямом эфире и скажу так, мне понравилось, вы были в неплохом состоянии, радостном таком, театр было, очень интересно. В то же самое время мы были у родителей. Но хочу более сказать, что на Ханаку 11 лет назад собралось 13 человек в одном маленьком месте. И с того момента, молясь к Богу, мы поняли, что Господь хочет, чтобы мы начали общину. 11 лет назад это произошло. 13 человек собрались на Ханаку. И началась община. То есть я не говорю, что это было начало общины. Мы зарегистрировали год спустя. Но это было первое начало, первые шаги. И 30 ноября у нас также в нашей большой семье многих общин образовалась еще одна община. В Белгороднестровском на Ханаку мы открыли общину, которая называется Ахава Ишуа, Любовь Ишуа Мессии. У нас есть еще одна община, которая вместе с нами действует и работает среди еврейского народа. Ханаку также, как я сказал уже, застала нас у родителей. В 1996 году, уезжая сюда, на Украину, наши родители очень сильно переживали, и мама плакала о том, что мы уезжаем. И видя ихнюю тревогу, ихнюю переживание, мы пообещали с Татьяной, что будем каждый год на День Благодарения приезжать к ним домой. И уже в течение 17 лет мы приезжаем, каждый год мы приезжаем к родителям. Это наше обещание, утешать родителей. Каждый год мы видели, как они радовались, как они старели, как они переживали. В этом году на Ханаку и День Благодарения в Америке, они совпали, и мы собрались всей семьей. Там 99% нашей семьи собралось вместе. Рома оставался еще здесь, не смог уехать. И, знаете, во время стола, во время ужина, родители начали говорить о том, за что они были благодарны Богу. Это был День Благодарения, правда? Не просто то, что мы покушать, посесть, а именно они выражали свою благодарность Богу, и за что они благодарны Богу. Потом очередь пришла к нам, к сыновьям, к дочерям, и мы говорили о том, за что мы благодарны Богу. И вдруг, знаете, предложение Михаила Давидовича было такое, пускай и внуки расскажут, за что они благодарны Богу. Когда-то происходило, знаете, я наблюдал за каждым, дети говорили о том, за что они благодарны Богу. Рома подключился в прямом эфире, в скайпе, там тоже говорил свои чувства. Конечно, он первый должен был, он был первый внук. И вдруг я заметил, как бы, некое, знаете, невидимое поклонение стало происходить. Хотя каждый выражал свою благодарность, но в этой благодарности происходило выражение не просто спасибо, а вот именно поклонение. Особенно чувство, которое, знаете, нельзя выразить. Что такое поклонение? И когда я, если я спрошу вас сегодня, как вы понимаете слово поклонение, и я уверен, что каждый из вас даст свою точку зрения, и я вам скажу, она будет правильная. Потому что она затрагивает наши чувства по отношению к Богу. Бог хочет, чтобы мы на самом деле выражали свое поклонение. И я хочу поделиться с вами о своих чувствах, о своем понимании, что такое поклонение. Это выражаемая любовь к Богу. Выражаемая. Есть понятие внутреннее состояние, где мы внутри благодарны Богу за то, что произошло. Но на самом деле мы должны выразить эту благодарность. Это видимая благодарность Богу. И я не ошибаюсь, потому что у каждого из нас есть эмоции, у каждого из нас есть чувство, которое мы хотим выразить. Любить Бога без внешнего выражения нельзя и невозможно. Любить Бога без внешнего выражения нельзя и невозможно. Любить Бога без жертвенности невозможно. Вы поймите, что Израиль, выражая свою любовь к Богу, они приносили жертвы. Именно любовь без жертвенности невозможна. Любить Бога без эмоций невозможно. А поэтому, говоря о радости, о благодарении, мы говорим о выражающей любви к Богу. Давайте вместе со мной откроем местописание. У вас у каждого есть Библия. Если не в руках, то в телефоне. Сегодня технологии прекрасны, поэтому возьмите ваши телефоны, айфоны, самсунги, которые последнего поколения. Если не последнего, то закачайте себе. Либо у нас будет местописание на нашем экране. Лукас, 17 глава, 12 стих. Когда входил он в одно селение, встретил его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали. «И громким голосом говорили, Ишуа, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». Когда они шли, очистились, один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Ишуа сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они, не возвратившись, воздали славу Богу, кроме сего иноплеменника. И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Как я уже сказал, что поклонение – это явное эмоциональное выражение благодарности Богу. Поклонение – это явное выражение благодарности. И поэтому первое, запишите, поклонение – это словесное благодарение. Это то, что мы делаем здесь, на собрании. Когда мы собираемся вместе, у кого есть псалом, у кого есть Писание, объяснение Тора, мы словесно выражаем это эмоционально, словесно, то поклонение, которое через благодарение. Этот человек, этот самарянин, мог ли он выражать именно таким образом свое поклонение? Благодарность, упав к ногам, кричать. Мог ли он? Имел ли он это право? Конечно же, имел. Как каждый из нас имеет право выразить. Но это не идеальный образ поклонения, потому что каждый из нас вырос в разных эпохах. Каждый из нас вырос в разных категориях, в разных семьях, даже в разных этнических семьях. Поэтому, когда я говорю о поклонении, я не говорю о формуле, я говорю о состоянии человека, который хочет сказать благодарственное слово Богу, и это должно выражаться эмоционально. Это должно быть внешне видно, что человек благодарен Богу. Хотя бы улыбнуться. Потому что ты иногда встречаешь верующих людей, и говоришь, как дела, Янки? Слава Богу. Ты не знаешь, это либо хорошо, либо это плохо. Понятно, что слава Богу, за хорошо, либо за слава Богу, за плохо. И когда мы выражаем нашу благодарность, я уверен, даже эмоционально улыбка и сияние нашего лица выражает то, что Бог на самом деле делает в нашей жизни, и мы за это благодарны. Я хочу, чтобы вы поняли, что этот человек, он не просто пришел. Один из них, видя, что исцелился, возвратился и громким голосом прославлял Бога. Громким голосом славить Бога. Представьте человека, еще дальше, еще, может быть, ишел или же сидел, где-то общался. Этот человек, увидя еще издалека, начал кричать, слава Богу, слава Богу, слава Богу! Конечно же, в Израиле те, кто жили в религиозном обществе, могли понять, что этот человек славил Богу. Наверное, на еврите кричал, Бару Хашем, Бару Хашем, Бару Хашем, как многие евреи сегодня. То есть, приветствуюсь с ним, он говорит, Бару Хашем, слава Богу! Ну, именно, богословенное имя. Он громко кричал, но, мало того, он пришел и пал к ногам его и благодарил. Когда мы приходим все вместе на собрание, у нас есть за что благодарить. Позволительно? Конечно, позволительно. В Данахе есть один из слов, которые эмоционально выражают эти благодарения. Но семь из них встречаются довольно часто. Я быстренько их зачитаю, если вы не против. Первое. Это простое слово, когда мы говорим «здравствуйте» на еврите. Как оно будет? Тогда. Спасибо. На шалом это, понятно. Тогда. Это как бы, ну да, спасибо. Спасибо. Но у нас говорит «спасибо», у нас иногда как бы, ну, спасибо. А на еврите, если там, посмотрите внимательно, это эмоциональная фраза, которая говорит «туда», как бы с таким словом, «туда», «туда», это как бы благодарение, то есть, благодарить с эмоциями. Выражая это не просто так, ну да, спасибо, спасибо вам, спасибо вам. У нас же так же, что-то сделали, спасибо. А там нельзя так сказать, именно там, там именно благодарение с эмоциями. Второе, это барах, это, как мы говорим, барахут, это благословение, то есть, это словом, преклоняя колени. Заметили, когда люди у стены плача, или вообще, евреи молятся с молитвенником, да, а они говорят, когда говорят «барахут», они делают так, «плинк», да, вот, «барахут» наево, радом, и начинается вот этот поклон. Это вот слово, когда евреи, когда слышат это слово, особенно ротодоксальные евреи, которые законопослушные, которые исполняют Тору, которые читают молитвы, для них это слово означает преклонить колени. Это не того, что, знаете, бывает, получили, обрезали, потеряли баланс, знаете, нет, не от этого. От того, что они слышат слово, которое заставляет их именно преклонить колени. Для нас просто слово «благодарение» – это одно, но для них благодарение с преклонением колен. Это слово назначает «бараха», то есть, «благословляя», да. Следующее, «тахилам», «воспевая благодарением», то, что мы сделали, мы воспевали Богу с благодарением. Слова, которые мы употребляем, «благословен Бог», «благодарение тебе», то есть, эмоционально восклицая в песне Богу. Потом идет слово «халлель», от этого слова «аллилуйя», которое мы говорим, «халлель» – это не просто радостное выражение, благодарение, а в этом слове еще вложено слово «безумие». То есть, глупое внешнее выражение благодарности. Когда Давид танцевал перед Господом, перед Ковчегом, да, написано, что он хвалил, скакал перед Богом. Вот так он кричал «аллилуйя». Вот это глупое выражение. Я помню, когда однажды дети были маленькие, Татьяна полетела с Джошуа, с Романом, к родителям в Персильванию, а я остался с Давидом. И вот, когда их родители встречали Татьяну в аэропорту, вдруг Рома, Роме было буквально там три с половиной годика, где-то так вот, увидел бабушку, и тут он падает на четвереньки, начинает крутиться и так, вот как делать. Таня такая в шоке. «Сынок, что происходит? Рома, остановись, остановись!» А мама говорит, «Не надо». Он выражает свою радость. Да, это как бы глупо смотрится. Иногда ты смотришь, человек приходит на собрание, его переполняет радость о том, что Бог сделал его жизни. И когда встречаешься с ним, он такой «Ай, ну, я Бог, Бог!» Такой думаешь, что происходит с ним? И вот это выражение благодарственности Богу, и вот в этом слове «Халель», и вот то, что мы будем делать, будем воспевать Богу славу на небесах, «Аллилуйя», вечно будем петь, наверное, мы будем там безумно радостны. Я, наверное, точно буду выражать эту безумную радость, если попаду туда. Вот поймите, что у нас есть тренировка здесь на земле, чтобы воспевать Богу. Следующее, пятое, это «Ядам». Выражение благодарности, поднимая руки. Мы поднимаем руки с благодарением Богу за то, что Он сделал. За Амар, воздавая благодарение музыкальными инструментами. Когда идет прославление без слов, потом начинается игра на гитаре, свободное движение. Это является вот этим словом «За Амар» – хвалить Бога благодарением через инструменты. И последнее – это «Шабах», благодарение словословием, то есть восклицанием, громко говорить. Другими словами, все эти слова, которые я вам почитал, это можно суммировать одним словом «Возблагодарите». Каким образом из них? «Возблагодарить Бога» – это ваше решение. Но все же я хочу вам прочитать один псалом, который вы все знаете. Это 99-й псалом на русском языке. «Входите в врата его со словословием, во дворы его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его». Кажется, простой псалом, но в этом псалме используются 4 из 7 указанных мною слова, которые я прочитал до этого, выражающие любовь Богу или благодарственную Богу. Хочу почитать его как бы в еврите. Если бы вы читали на русском языке, оно по-еврейски. «Входите в врата его и хором говорите большое спасибо». Когда вы говорите, давайте провозгласим. Давайте мы все вместе скажем слово. Вот этот момент, что вы услышали. «Хором сказать благодарность». То есть хором все вместе – это благодарственное. «Входите в врата его и хором говорите большое спасибо». «Во дворы его с благодарными песнями, поднимая руки свои с благодарением к нему, поклоняйтесь имени его». Оно звучит совсем по-другому на еврите, чем по-русски. То есть, другими словами, когда я захожу на собрание, или есть за что благодарить, я хором, или восклицаю, кричу «Спасибо Боже!» Поднимаю к нему свои руки, воспеваю и делаю поклоны, и поклоняюсь ему. Вот эта часть нашей жизни – это поклонение. И фактически это важно, потому что, когда мы выражаем в своем сердце благодарность Богу, Он хочет, чтобы мы были светлые, чтобы мы открывали себя к тому, чтобы Он делал чудо в нашей жизни. Благодарению всегда предвестует чудо. Как можно просто благодарить? Если нет благодарственного сердца, оно не за что благодарить. Встречали таких людей? Вот не за что благодарить Бога, не за что. И они не благодарят, они приходят на собрание, спорят на всех этих счастливых людей, улыбающихся, безумно смеющихся, радующихся, и думают, что с ними происходит? Потому что внутри нечего сказать Богу. Но Господь хочет, чтобы мы благодарили. Но если не за что благодарить, благодарения не будет. Но благодарению всегда предвестует что-то, предвестует чудо. Один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Когда получил он это чудо? Когда пошел? Когда он слушался? Когда он благодарил? Благодарение приходит тогда, когда мы получаем нечто от Бога. То есть, если не получаем, не благодарим. Получили, благодарим. И вот этот момент очень важный. Скоро Новый год. Кто там, собираетесь на Новый год дома? Представьте себе, что вы собрались на Новый год дома у себя, а потом решили пойти к соседу. Стучите к нему и скажете спасибо. Вот думают, либо он допил, либо не перепил. Ты стучишь и говоришь спасибо вам, спасибо, спасибо. Еще Новый год не наступил или уже наступил, но что-то не ясно. И вот следующий вопрос, за что? Он говорит, и вы будете говорить, ну ты же приготовил мне подарок. Услышите. Это простой пример, глупый, но хороший пример. Мы не благодарим за то, что еще не получили. Понятно, да? То есть, если мы не получили ничего, не можем сказать спасибо. И когда мы от Бога получаем что-то, чудо, или какое-то воздаяние, либо какое-то решение вопроса, у нас тогда происходит благодарение. Могли прокаженные выражать благодарность именно таким образом? Конечно, мог. Но я хочу, чтобы вы понимали. Услышали это место Писания, очень важно. Эти люди были прокаженные. Когда они увидели Ишуа идущего, они стали вдалеке, и начинают кричать, наставник, помилуй нас. Вы скажете, а что есть такого? Если вы поймете, о чем я говорю, эти люди были прокаженные, они были лишены общества. Они должны были быть извергнуты из общества. Они были вне общества Божьего. И скажете, ну и что? Сейчас нам непонятно это. Абсолютно непонятно. Но знаете, что я скажу. А если у этого человека были дети, семья, бизнес, что происходило? А ничего. Бизнес далось, семья в стороне, а ты вон из общества. Эти люди были лишены общества и общения с другим народом. Любил ли Бог их? Любил. Бессомненно любил. Иначе бы не получили бы исцеление. Но закон есть закон. Они были извергнуты из общества и хотели вернуться. Самое великое чудо для них не то, что они просто получили исцеление, а получили шанс вернуться в общество. Как много сегодня людей, которые отступники, которые поражены грехом. И знаете, как проказой. И для них вернуться в общество Христово, в общество верующих людей. А что здесь такого? Куда я пойду? Опять в церковь, туда к этим людям. Для них нету важности, привилегий. Что там находится? А там находится Бог, который хочет благословлять, исцелять, давать свободу. Тебе дать нечто. И у этих людей появился шанс вернуться в общество. Вернуться в функционирующее общество. Вернуться обратно к бизнесу. Вернуться к семье. Вернуться к жене. Вернуться туда, где можно чувствовать себя человеком. К сожалению, многие люди, отступники, не видят так, что возвращение в общину, в церковь является восстановлением для него, благословением особенным. Для него это не важно. Но для этих людей это важно. Представьте себе. Представьте себе. Этого нет в Писании, но представьте себе. Если бы через два года, в которых человек, этот самарянин, получил исцеление свое, идя в Иерусалим, у ворот, называемых там львиные ворота есть, вдруг он увидел Иешуа вдалеке. Было бы достойно или же правильно, чтобы он закричал, туда губа, арабе, арабе, туда губа. Или бы сказать, а, а, глупо звучит, а, ну, получил тогда исцеление два года назад, да, нормально. Или же наоборот, он мог высказать это. Услышьте, у него есть причина. У него восстановлен бизнес, семья, он часть общества. И он громко мог бы выражать свое благодарение Богу. Как часто мы благодарим Бога, даже который получил исцеление два года, три года, пять, десять лет назад. Бог освободил вас от наркотиков или ситуации, которые у вас есть в жизни. И мы скажем, а, ну, это было, ну, давно это было, нормально. Приходим на собрание, и мы так, что-то ничего не происходит. Он говорит, подожди, двадцать лет назад Бог тебя вытащил из рва, дал тебе семью, восстановил тебе в обществе, и не за что благодарить? Услышьте меня правильно. Услышьте, будет ли порядочно благодарить Бога за то, что Он сделал двадцать лет назад? Да, конечно же, в этом все как бы суть. Он говорит, хожу во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Есть причина. И следующее, хорошо, если благодарение причастствует чудо, тогда получить чудо, ну, можно. И оно не получается просто так. Чудо приходит, когда мы послушны. Смотрите, этот человек еще стоял издалека. Говорил для Ищуа какие-то слова? О, хочу, исцелитесь. Так, сколько у вас? Раз, два, три, четыре, там, десять. Идите, я вас благословляю. Исцеление там, просто пошептал там, Дух Святой. Освобождаю. Абсолютно. О, это проблема? А ко мне? К священникам, пожалуйста. Идите, ребята, идите к священникам. Знаете, как всегда? Идите к священникам. Эти люди взяли свои торбочки, все, что было там в толпе, и пошли. Сколько они шли? День, два, пять минут. Не сказано. Они просто взяли и пошли. Услышали ли они слово исцеления? Какую-то особенную молитву? Они взяли свои пожитки и пошли. И во время, когда они шли к священнику, то, что должно было быть по закону, просто показаться священнику, они очистились. Либо они полностью стали прокаженными. А если вы знаете по закону, если ты полностью весь прокаженный, от макушки до последнего своего маленького пальчика, ты уже чист. Не знаю, либо полностью прокаженный, либо полностью стало чистое тело. Наверное, чистое тело стало полностью. И один из них, когда увидел, он получил смелость вернуться, поблагодарить. Вот здесь послушание является действующей позицией. Ишо говорит, ну, не все ли, не все ли, как бы, получились, только один вернулся. Но самое интересное, что иудеи давали для него большую, как бы сказать, свои условия ставили больше. Когда Ишо висел на Голгосском кресте, если вы помните, да, они говорили, сойди с креста, тогда мы уверуем. Вот сойди с креста, а мы тогда уверуем. Для нас очень часто, очень доступно больше сказать, что вот пускай Бог сделает, а потом мы будем верить. А Бог говорит по-другому, ты делай, а потом верить будешь. Равносильно это и с переходом Иордана. Если вы помните, Бог говорит, когда священники вступят в воду, Иордан остановится. Чаще всего мы будем говорить, Боже, зачем рисковать? Ты давай останови реку, а потом мы просто перейдем. Что такого? Ты же Бог. Какая разница, зачем? Какая вот разница? И на самом деле здесь идет момент послушания. Бог хочет, чтобы мы были послушны. Иордан, это была только причина, чтобы перейти. Бог, когда хочет сделать чудо, он делает запрос о послушании. Готовы ли мы быть послушными? Итак, Бог повелевает, а ты делаешь, и происходит чудо. Если вы будете читать это местописание, которое я говорил, неудивительно, что перед всем этим отрывком за покаженного есть целая секция об искушениях. Заметили, нет? Я не думаю, что это просто случайность. Услышьте меня, о чем я хочу сказать. Мы читаем с первого стиха этой же главы. Сказал Ишуа им, ученикам, невозможно не прийти соблазном. Горе тому, через кого они приходят. Лучше бы ему, если бы мельничный жертв повесили ему на шею, бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из самых малых стих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если же семь раз в день согрешит брат против тебя, семь раз в день обратится, скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь нашу веру. Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись, и пересадись в море, то она послушалась бы вас. И потом он делает паузу небольшую. Знаете, что происходит? Ишуа говорит слова, которые поражать будут каждого из вас сейчас. Он говорит, друзья, знайте, что будут люди поступать против вас вероломно, что будут люди вам делать больно. Знайте, что будет происходить. Независимо, ты находишься в миру, или же в семье, либо в собрании, люди будут делать вам несправедливо относительно к вас. Но он говорит, не воздавайте тем же. Не воздавайте злом за зло. Мы должны наблюдать за собой, чтобы не воздавать тем, что мы получили. Дальше он говорит, но если человек покается, простите его, кто из вас готов прощать своих братьев? Покаялись? Ну, и можно простить. Да? И так же сам апостол говорит, ну, нормально. Ну, посогрешил путем меня, сказал, слушай, прости меня, кайся. А он по-другому говорит, а у меня к вам есть еще одно предложение. Если семь раз в день он то же самое вам сделает и покаяться, вы должны его простить. и тут они говорят, о-о-о, нам теперь нужно чудо. Это так, помоги нам, умножь в нас веру. Кажется, вера нужна для чуда, вера нужна для исцеления. А тут он не говорит, дай нам чудо для того, чтобы прощать этого человека, то, что против нас грешит постоянно. И вот, знаете, здесь Ишуа делает следующий шаг, потому что я думаю, что он не только посмотрит у вас шок, ребята, что у вас, вы хотите иметь веру для того, чтобы прощать. Он делает то заявление, которое многие из нас не видят. Он говорит, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, возвращение его из поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему приготовь мне поужинать и подпоясавших служи мне. Пока буду есть и пить. Потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. И знаете, какая здесь разница? Тут он говорит за искушение, он говорит о прощении, и тут ученики говорят, умноженность веры. Он говорит, вера это то, гащичное зерно. Вера это когда ты говоришь смоковнице, извергись и пересадись в море. Более того, это не касается абсолютно веры. Я хочу вам сказать принцип. Когда я говорю, вы должны быть послушны, это похоже на раба, который пришел из поля, трудился, работал и говорю, накорми меня. Он сделает свое дело и станет вам благодарить его. Знаете, о чем он говорит больше? Так и вы. Так и вы, говорите, рабы ничего не стоящие. Он говорит, для того, чтобы прощать, тебе не нужно чудо. Для того, чтобы прощать, тебе не нужно вера. Тебе нужно просто исполнение. И когда ты будешь просто исполнять то, что я прошу тебе сделать, прощать людей, которым нужно прощение, не думай, что я тебя буду благодарить за это. Мы же, как хорошие верующие, мы так, когда мы кого-то простили, мы говорим, мы простили. Аллилуйя, мы простили. Он говорит, даже не думай, что я тебя буду благодарить за это. Ты должен это делать. Мы же хотим все превознести. Мы же прощающие, мы же как бы верующие, мы прощаем людей. Он говорит, что ты делаешь? Для прощения не нужна вера. Для прощения нужно послушание. Если ты хочешь иметь успех, ты должен быть послушным. Другими словами, послушание рождает веру. Вера рождает чудо, которое производит словесное благодарение, что в свою очередь является поклонением. А поклонение привлекает Бога своему творению. Он говорит, я буду посреди них, когда буду превознесен. Мы хотим иметь Бога в нашей жизни? Мы должны научиться прощать людей. Сколько бы они вам не делали зла, сколько бы не делали вам больно? И они раскаются в своих поступках. Не говорите, не искренне покаялся. Куда ты знаешь? Ты должен просто сказать прощаю. Если то же самое сделать через пять минут, ты говоришь, прощаю. А как это трудно? Вроде так просто, все так просто, но на самом деле очень и очень сложно. Вера, которая принес Ишуа вне закона, намного стала сложнее, потому что включает в себя переживания. Сейчас у нас хлеба преломления. Встанем наши ноги. После этого может будет еще молитва, но хочу, чтобы вы слышали. Сегодня у нас еще и членское собрание, которое будет на третьем этаже. всех тех, кто прошли классы и члены общины, мы потом поднимемся на третий этаж класс буквально на минут 15-20. Мне нужно будет с вами поговорить. Но сейчас день благодарения. Есть ли у нас за что благодарить Бога? Помните, я говорил простую истину. Когда мы ничего не получили от Бога, мне не за что благодарить. Но если мы что-то получили от Бога, мы должны научиться благодарить. А получаем, потому что мы послушны. И через послушание мы делаем себе привилегию научиться прощать друг друга. Сейчас во время поклонения я хотел, чтобы мы обратились к Богу и если что-то есть у нас, нерешенный вопрос с кем-то, позволить Богу прикоснуться и волей, волевым решением простить их. Не эмоционально, эмоционально будет больно, волевым решением простить их. Сегодня у нас благодарение и есть за что благодарить. если Бог сделал чудо в твоей жизни 20 лет назад, услышь, это твоя часть благодарить Бога. Вы скажете, но последнее время что-то не происходит. Возвращаемся назад. Рабы ничего не стоящие. А может это мы превознесли, сказали, Господи, ты же видел, я простил их. Я хороший мальчик, хорошая девочка, дочь твоя. Я же простила, хотя меня было больно, я простила. А гордость. Как же тогда сделать, Рабы, как? Сказать, Господи, от меня мало что зависит. Все, что могу сделать, это в своем сердце сказать, помоги моему неверию, помоги моим переживаниям, моей борьбе, которая у меня есть внутри. Но сегодня не хочу упустить этот шанс простить тех, кто сделали мне больно. Кто бы то ни был, близкие, родные, чужие люди, просто дать возможность чуду произвести благодарение. а благодарение привлекает Бога. Привлекает Бога. Когда ложишься спать, ты чувствуешь, что Он рядом. Когда поднимаешься утром, ты понимаешь, что Он направляет шаги твои. Это Бог, который обещает быть с нами. но не может быть. Он рядом, но ты него не переживаешь, потому что есть препятствия. Только ты достоин. Только ты достоин. Итак, те, кто прошли водное погружение, те, кто у нас может в гостях, вы члены церкви, другой церкви может тоже участвовать вместе с нами, те, кто не находится на дисциплинарном взыскании, я прошу, чтобы вы сегодня участвовали. Участвовали. Участвовали, потому что через этот завет Бог простил нас. И если мы свое сердце отпускаем в его руки, Он обязательно совершит свое чудо. Аминь.